Сарай для быков. Каждому животному кроме воды и корма требуются специальные и комфортные условия для проживания. Несмотря на то, что крупнорогатый скат не отличается чистоплотностью, для него необходимо сооружать сарай, который будет соответствовать всем стандартам и нормам. Характеристика помещений. Стоило для быков должно быть построено согласно определенным правилам. От того, насколько все будет грамотно спроектировано и сооружено, напрямую зависит мясная продуктивность животных. Каждый отсек для быков делается максимально удобным и безопасным. Сарай для быков. Перед тем, как приступить к строительству сарая для быков, нужно все тщательно продумать и предусмотреть. Кроме этого, при строительстве требуется придерживаться определенных стандартных требований, которые заключаются в следующем. Нужно обеспечить безопасность животных, их владельцев и других людей. Животное должно беспрепятственно входить, выходить, ложиться и вставать. Быки должны иметь беспрепятственный доступ корма и воде. В дальнейшем при выполнении разных работ нужно иметь возможность надежно зафиксировать животное. В построенном жилище животные будут находиться не меньше 10 часов в сутки, поэтому они должны себя там комфортно чувствовать. Быков требуется выводить наружу, даже в самую плохую погоду. Для этого рекомендуется оборудовать рядом с местом содержание загоны для бычков, которые прикрываются глухим навесом и оборудуются с боков перегородками. В загоне для быков животные будут чувствовать себя комфортно и непринужденно. Выбор места также нужно уделять пристальное внимание и соблюдать определенные условия. Специалисты рекомендуют строить хлев в достаточном удалении от частных домов, в которых проживают люди. Рядом с сараем для содержания быков нужно оставлять место для стога соломы, ямы для силоса, а также навозной кучи. Соблюдение этих условий может значительно облегчить процесс содержания и от корма животных. Сарай для быков Перед тем, как приступить к строительству, требуется сначала спроектировать сарай для быков и составить смету. Важно, чтобы составленный чертеж был правильным и грамотным, так как от этого зависит то, насколько строение будет прочным, долговечным, а также практичным. При составлении схемы, плана работы и выполнении всех расчетов нужно основываться на количестве голов, которые будут содержаться в помещении. Рекомендуемая площадь для одного быка составляет 6 квадратных метров, при этом каждое стойло должно быть разделено перегородкой. Обратите внимание, сарай для быков должен быть в высоту не ниже 2,5 метров. Етапы строительства Составляя проект для будущего строительства, нужно сразу рассчитать размеры пространства в стойле, продумать все нюансы, такие как Необходимость дополнительного обогрева оборудования системы освещения, вентилирования, расположения кормушек и поилок. На данном этапе следует спланировать все тщательно, так как впоследствии любые изменения будут затратными и трудоемкими. Закладка фундамента Первоочередной задачей в процессе сооружения любого помещения является закладка фундамента. Залогом долговечности любого стойла для быков считается прочной качественной основой. Для такого строительства используется 3 способа возведения фундамента. Ленточный этот фундамент считается одним из самых универсальных и оптимальных. Столбчатый, самый простой, быстрый и экономичный способ, но при этом такой фундамент не предназначен для значительных. Нагрузок Поэтому в сарае с этим фундаментом может содержаться небольшое количество быков. Монолитный требует значительных затрат. Как трудовых, так и финансовых, ведь для его сооружения требуется участие специализированной техники. При этом данный тип фундамента Считается одним из самых прочных и долговечных. Чтобы правильно принять решение и выбрать тот или иной тип фундамента, требуется учитывать все грунта, количество поголовья быков. Особенности и характеристики материала, из которого будет возводиться здание. В процессе закладки основы сарая для быков своими руками важно обеспечить качественную гидроизоляцию. Сооружение пола, чтобы построенный стойлок для быков своими руками было качественным и животные в нем чувствовали себя комфортно полы. Требуется изготавливать из прочного материала, который сможет выдерживать тяжесть быков. Самым оптимальным вариантом считается бетон. Бетонные полы по сравнению с выполненными из дерева или шпал будут служить долгое время и позволят стоять на полу большому количеству крупных животных. Кроме этого, в такой пол не будут впитываться хозяйственные запахи. Но так как бетон в чистом виде очень холодный, необходимо соорудить съемные щиты с деревянных досок и постоянно использовать мягкую подстилку из сена или соломы. Пол из бетона лучше при возведении пола нужно его немного приподнять. Оптимальным вариантом считается 4% уклон к основной поверхности. Это необходимо для того, чтобы испражнения быков стекали в одну сторону. Возведение стен Если сарай для бычков планируется сделать небольшого размера, то для возведения стен можно использовать дерево А. Для большого стойла лучше всего подойдет кирпич или пеноблок. Во время возведения стен в них требуется оставлять небольшие отверстия. Это необходимо для того, чтобы в летнее время в сарае не было сильно жарко, для поддержания температуры внутри здания в зимний период. Времени отверстия закупориваются. Сарай оснащается открывающимися окошками. При сооружении стен нужно позаботиться об освещении и стойла. Для этого сарай оснащается открывающимися окошками, которые располагаются на расстоянии от настилов 120 см. Обустройство крыши чаще всего сарай для КРС накрывают шифером. Это объясняется невысокой стоимостью строительного материала и его большим эксплуатационным сроком. Крышу лучше всего сооружать двухрядную с чердаком, так как такой вариант не позволяет быстро выходить теплу в зимний период времени. Кроме этого, на чердаке можно хранить сено или хозяйственный инвентарь, которого при содержании животных очень много, особенно в деревне. Сарай накрывают шифером. Если же крыша возводится без чердака, то тогда она утепляется строительными материалами. Крыша должна быть сооружена качественно, так как снег или капли дождя, случайно попавшие на животное, могут негативно сказаться на его здоровье. Оснащение сарая Просто построить помещение для стойлового содержания быков недостаточно, их требуется правильно обустроить. Кормушки и поилки должны быть размещены в доступном для животных месте. В основном их устанавливают с внешней стороны стойла для бычков. Кормушки в коровнике можно соорудить собственными руками. Для этого понадобится доска, которую обязательно нужно отшлифовать. Кормушки и поилки должны быть размещены в доступном для животных месте. Поилка и кормушка должны располагаться таким образом, чтобы животному было удобно, поэтому оптимальным вариантом будет обустроить их на высоте около 10 сантиметров от пола. Что касается поилок, то сейчас фермеры пользуются автоматическими приспособлениями, которые обеспечивают постоянный доступ к чистой воде. При выращивании быков в домашних условиях и при небольшой численности животных поилки делаются собственными руками. Советы животноводов Строительство сарая для быков требует основательного и ответственного подхода. Независимо от размера сарайчика, для достижения положительного результата нужно придерживаться определенных рекомендаций опытных животноводов. При выборе места расположения сарая рекомендуется усчитывать сток весенних вод и направление ветра. Не следует планировать строительство в непосредственной близости с жилыми строениями и источниками питьевой воды. Отдавать предпочтение нужно качественным, долговечным и экологически безопасным строительным материалам, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. На этапе составления проекта следует учитывать погодные особенности региона. Размеры помещения должны соответствовать потребностям животных. Чтобы сарай для быков соответствовал всем требованиям и удовлетворял потребностям животного, а также способствовал их продуктивности. Нужно обязательно соблюдать все условия и последовательность строительства, а также ответственно подходить к выбору строительных материалов и требованиям планирования пространства. При соблюдении всех рекомендаций построить стойло своими руками не составит труда. 0.0. Вод артикль ратинг.